В Ивано-Франковске назревает строительный скандал. После решения суда в области заморозили все строительные и ремонтные работы. Кто и почему судится с чиновниками, расскажут наши корреспонденты. Строительный коллапс в Ивано-Франковской области возник вот из-за этих очистных сооружений в Коломые. Семь лет назад строительная компания Бутэнергостандарт проводила здесь реконструкцию, за что должна была получить 6 миллионов гривен. Но Ивано-Франковская обл. администрация заплатила только половин. Была проверка контрольно-разильного управления. В тех объемах, которые в выполненных объемах приняты, не было до конца поставлено обладание. Мы, как государственная институция, не имеем права платить, если были такие зауважения. И эти зауважения не выполнены шляхом добудования. Представители фирмы, чтобы вернуть свои деньги и проценты, в общем 7 миллионов гривен, обратились в суд. Иск удовлетворили. И теперь счета обл. департамента строительства заблокированы. Презупинилось строительство и ремонт освещенных закладов, 142 освещенных закладов, 25 садочков замороживаются, 15 объектов спортивного направления. В целом, это сотни миллионов. Проводила ли фирма реконструкцию очистных сооружений? Мы решили проверить сами. Это еще не ремонтированное. Воно тут. Потрібно это все отбивать, отчищать. Воно это все проржавило. Ні, взагалі не было реконструкции. Тобто, этот радиальный освещенный не поддавался реконструкции. На той момент, когда я пришел и заступил на посаду, это было в 2015 году, осень 2015 года, то очистные сооружения выглядели незадовольно и были в жахливом состоянии. Частина бассейна была разгарметизована. Отремонтировать планируют весь объект. Часть работ уже провели. Почему же приходится делать ремонт повторно? Задать эти вопросы представителям фирмы нам не удалось. Номер телефона оказался недействительным. Добрый день. Скажите, будь ласка, а це фирма Бутенергостандарт? Нет, это частный номер. Кстати, не одна вы звоните. Постоянно звонят. Строительная фирма Бутенергостандарт зарегистрирована в Запорожье. По данным сайта Наши Гроши, ее руководство неоднократно подозревали в неуплате налогов и завышении стоимости ремонтных работ. Более того, предприятие фигурировало в деле об организации конвертационного центра. По делу о реконструкции очистных сооружений в Коломые в полиции открыли уголовное производство.